Привет, меня зовут Денис Райков, это Рамиль, наша сегодняшняя модель. И сегодня мы научимся вклеивать силиконовые шрамы со створимым краем. Это профессиональные детали, которые позволяют работать очень быстро и при этом получать максимально эффектный результат. Для работы нам понадобятся некоторые специальные материалы. Во-первых, клей для наклеивания деталей. Либо на водно-акриловой основе гримерный клей, либо силиконовый гримерный клей. Во-вторых, нам понадобится спирт, я рекомендую изопропиловый, химически чистый. В-третьих, нам понадобится ацетон для растворения краев. И потом для отмывания актера нам понадобится очиститель для клея. А также либо кровь, либо кровавые сгустки на ваше усмотрение. Можно и то, и другое. Кроме этого, нам понадобятся кисти, нам понадобятся гримерные краски, ватные палочки, ватные диски. Можно приступать к работе. Итак, мы заканчиваем создание образа немножко порезанной девочки. Сейчас мы клеим на Катю третий шрам, потом чуть-чуть поработаем с косметикой, и можно будет фотографироваться. Итак, сейчас мы клеим вот этот вот шрамчик номер FX12. Такой вот глубокий порез, он даже немножечко оттягивается. Эта деталь хорошо пойдет на щеку, куда-то на предплечье, то есть на место, где много мягких тканей, где может быть вот такой вот порез с выраженной слоистостью, с выраженными мышечными, жировыми волокнами. Поэтому, наверное, мы его посадим вот сюда, на щеку он как раз будет выглядеть интересно. Итак, первый этап, как обычно. Водно-акриловый гримерный клей, ватная палочка. Тонким слоем наносим клей на место будущей наклейки, чуть меньше, чем нам нужно. Тонким слоем наносим клей на центр детали. Высушиваем, подклеиваем, прижимаем. Потом фиксируем края. И так мы приклеили деталь. Зафиксировали очень хорошо. Теперь сводим края, как обычно. Ацетон, ватная палочка. Старайтесь не тереть кожу. Вообще, желательно до кожи ацетоном особо не дотрагиваться. Работаем по тонкому краю детали. Вот это самое прозрачное место, прямо рядом с бортиком. Наша задача — отмыть бортик. Шов мы отмыли. Дальше мы можем, еще раз повторюсь, взять спонж, взять клей и клеем протамповать еще раз сверху край нашей детали, которую мы только что отмыли. Это мы делаем тогда, когда нам надо очень хорошо скрыть края и когда мы планируем работать долго. Долгую смену — 10-12 часов. Эта деталь должна очень хорошо держаться. Клей даст нам дополнительную хорошую фиксацию. И клей окончательно полностью скроет край, сделает переход совсем незаметным. В случае с короткой фотосессией это не так актуально, потому что если мы укрепляем деталь сверху клеем, актеру потом гораздо тяжелее будет все это с себя смывать. В данном случае нам, скорее, важно удобство нашей модели, нежели чем долговременная фиксация. Поэтому я этого сейчас делать не буду. Я просто хорошо запудрю края. Обычной бесцветной пудрой можете использовать телесную, можете использовать бесцветную, на ваше усмотрение. Все, со швами мы разобрались. Дальше переходим к покраске деталей. Цвет детали очень хороший. В принципе, очень часто детали такого рода, небольшие силиконовые детальки телесного оттенка, очень часто, когда они попадают в тон кожи, можно практически не красить вообще. Если вы планируете использовать кровь, кровь сама по себе перекроет какие-то недочеты. В данном случае я немножко деталь подкрашу, но вот прямо по минимуму, чтобы не создавать ощущение какой-то тяжеловесности, ощущение грима на лице. Учитывайте, чем больше вы красите мелкие детали, тем сильнее они выпирают на камеру, тем лучше их камера видит, тем больше они отличаются от кожи, как ни странно. В принципе, для упрощения работы, если у вас нет спиртовых красок, с которыми работаю я, если у вас только косметика, вы можете также замечательно работать с любым плотным, насыщенным, густым тоном. Вы можете также работать с аэрогримом, с аэромакияжем, если вы привыкли делать аэромейк. То есть здесь ляжет практически все. Вот просто, чтобы продемонстрировать, я беру обычный тональник и сверху вот это вот покраснение чуть-чуть прибираю тончиком, чтобы оно не выпирало слишком сильно. То есть чуть-чуть тонирую не сильно, с растягиванием на лицо. Для того, чтобы наш порез казался более глубоким, добавим очень темного красного тона, чуть-чуть красного, практически черного в глубину нашей детали, чтобы визуально ее углубить. Дальше можно добавить крови и на этом остановиться. То есть вот эти вот небольшие плоские детали, силиконовые с растворимым краем, они созданы специально для того, чтобы работать максимально быстро и при этом достаточно четко и точно. Поэтому слишком много времени на их вклейку и покраску тратить не надо. Это быстрая работа. В принципе, на этом все.